Присоединяется Сайдин Голубаев, бывший судья Верховного суда Чечни. Сайдин, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вчера пришла новость о том, что вас лишили судебной неприкосновенности. Скажите, пожалуйста, это вообще законно? Абсолютно это незаконно, я считаю, потому что там-то в Чечне делают что угодно, незаконные эти решения принимают. Вообще, если как судья Верховного суда, в отношении меня эти действия должны были делать ВККС России. Если я подозревался в чем-то, в совершении какого-то тяжкого преступления, там порядок совсем другой, следственные органы обрешаются к генеральному прокурору, тот пишет представление ВККС, и там, где решается вопрос дачи согласия на возбуждение дела и снятие неприкосновенности. Тут пошли по другому пути. Садия, а там был ваш представитель какой-то, то есть какой-то адвокат или еще кто-то? Никакого представителя не было, меня никак не выдумывали. Так же, как в 2015 году, когда нас забирали 18 ноября, с сыновьями в резиденцию Кадырова, после этого беспредела, ту же ночь заставили написать заявление о прекращении моих полномочий. По собственному желанию якобы я написал заявление, потому что они грозились, что моего сына Эмрагима убьют, и живым больше я не увижу. Поэтому я дал это заявление тогда замминистра внутреннего дела по Чеченской Алоудиновой Аптии. И в тот же день собрали в коллекционную коллегию судей, в тот же день в обед прекратили мои полномочия, хотя прекрасно все знали, что мы были избыты, насильно у меня отобрали заявление. Я вообще не думал, что они рассмотрят, потому что без моего участия они не имели права, должны были узнать причины тогда, в 2015 году, как и сейчас. Там я не указывал никаких причин, а там положение порядка работы коллекционных коллегий судей российских. Прямо указано, если судья уходит в добровольную отставку, должны быть резкие причины. Я там ни одну причину не указывал. Это было незаконное прекращение моих полномочий тогда. Я писал, короче говоря, в ККС, потом они отправили обратно, чтобы они, короче говоря, они так и оставили вопрос. То есть в свое время вас заставили уйти в отставку, а теперь лишили даже статуса бывшего судей? Вчера? Да. Вчера они вообще решили лишить статус судей в отставке. Естественно, и неприкосновенность. И, естественно, пенсии. Все, прекратили. Обычно пенсии они выплачивали с самого первого числа, первого, второго, не позже. Все, пенсию я уже не получаю. Хотя я эту пенсию еле-еле добился у них. По закону я имел право получать пенсию с 19 ноября 2015 года. То есть с момента прекращения моих полномочий я должен подать заявление. Вот с момента подачи заявления назначается, выплачивается, ЕПС это называется, ежемесячное пожизнение судей. Но я не подавал в то время заявление, потому что мне обещали вернуться на работу, как сын вернется домой без уголовного дела. Я знал, что никакого уголовного дела там не может быть, он ничего не совершил. Кого года его мучили. И потом, как он вернулся, я обратился в суд с ходатайством о пересмотре по новым обстоятельствам, чтобы меня вернули. Как они договаривались. Но они испугались, боялись рассмотреть эту ходатайство. До сих пор он не рассмотрен. Нарушили всех законов там лежит. Я знаю 100%, потому что меня никто не уведомляет, что его рассматривают. И после того, как в 2017 году обратно забрали моего сына, уже начали, избрали мир и прощения. Вот тогда я обратился с заявлением с 30 июня 2017 года, что мне назначили выплатить пенсию. То есть я должен был с 30 июня 2017 года получать пенсию. ВПС. Однако мне не выплатили ни в 2017 год, ни в 2018, ни в 2019. Когда я нанял адвоката, вернее, комитет против пенсии, их нанимать у меня денег, естественно, нет, потому что я ничего не получал, никаких не было у меня доходов. И он еле-еле добился в 2020 году. Вот начали мне пенсию выплачивать. В 2020 году. А вот задолженность в 2017, 2018, 2019 года, так ли, мне еще не выплачили. Сайдис, про пенсию мне примерно понятно. А вот скажите, пожалуйста, вас лишили статус неприкосновенности. Вот что это сейчас для вас означает? Что вас могут арестовать или что? Меня могут арестовать, если я что-то совершил, конечно. Если я что-то совершил, если у меня возбуждено какое-то дело. Они, я знаю, 100% по каким основаниям. Я не видел разрешения прориционной коллегии. Суды, правильно? Меня никто не уведомлял. Вообще должны были уведомить. Вы из СМИ узнали? Из СМИ, да. Как вы, я так узнал. И то я не умею нормально этим телефоном пользоваться. Видимо, что-то начало включиться. Кнопочный был телефон. Дочка мне передавала. Вот так пишет. Я уверен, 100%. По каким основаниям, наверное, прекратили статус судей. Я же улетел, покинул Россию. И там в законе статус судей написано, если статус судей отставки прекращается и не прикосновение. Только в том случае, если я получил вид на жительство иностранного государства. Или же я получил иностранного гражданства подданства. Я же это то и то ни черта не получил. Я временно вылетел. Я и говорил, когда вылетал. Пока разберутся там с моей супругой. Они все это делают. Отвлекают внимание. То, что они совершили отношения меня и моей семьи. Букет преступления они совершили. Совместно с нижегородскими правовательными органами и ОФСБ. Куда я неоднократно звонил, просил приезжать. Никто меня вот так бросил. Хотя я в то время был в статусе неприкосновенности. Ни черта они не стали на мою сторону. Не помогли ничем. Сайди, простите, что на эту тему буду вас спрашивать. Но вчера ваши родственники, или по крайней мере люди, которые себя так называли на видео, записали обращение, что они от вас отрекаются. И, в общем, разные другие нехорошие вещи они сказали. Что это такое? Насколько это традиционное для Чечни явление? Как вы это воспринимаете? Никогда в жизни у нас этого не было. До прихода в классе этого бандита, узаконенного Кадырова, и его шайки бандита, международных ферилистов. Никогда в жизни. Мои родственники были похищены. Мои родственники и родственники моей супруги Мусайзовы на 22 декабря. Вот эти двоих братьев, которые там показывали, их только в тот день отпустили с 22 декабря. Держали их там под лавом у Росмакалинском роде. И Мусаев там был брат Мусаева и Заремин, супруги моей. Их заставили это говорить. Они от себя это, конечно, не будут говорить. Они прекрасно знают, что мы ни в чем не наты. Единственное, мы наше нахо в том, что мы хотели донести до общественности, до России, до Путина, что там каждый день совершаются преступления, тяжкие, особо тяжкие. И людям надоело это все. Люди и так перенесли эти две войны. Ни за что. Никто войны не хотел. Тем более я не участвовал в никаких войнах, не поддерживал это. Я хотел быть в составе России. Не только если там руководство нормальное российское. Нет у нас нормального руководства, я сейчас вижу. И просто Путин оставляет очень плохое наследие для себя. 100% чеченцы обижены, потому что после этих двух изнародительных войн он оставил чеченский народ на свидание этому бандиту Кадырову. И в любом случае они воспрянут духом, встанут и будут снова эти военные действия. Вот тогда 99,7%, которые проголосовали якобы за Кадырова на выборах, все эти 99,7% будут охотиться, чтобы отрезать голову им. Им отрезать голову. Потому что им это не сойдет, что они же отрезают голову. Мы-то никому не отрезаем до сих пор голову. За что отрезать нам голову? За то, что мы доносим правду до людей, что ли, до общественности? Что мы совершили? Это бандитская власть, это не ОПГ, это ОПС, организованное преступное сообщество, поддерживаем Путина. Надоело это все. А этот суд, правооженитель, он не данного выступал, говорит, что там госдепертаум в США говорит, мне не подчиняется ни министра внутренних дел, ни представителя Следственного комитета, ну, чеченского СУ, Следственного управления. Мне этот, как прокуратура, тем более суд, как не подчиняется, когда они лежат под его сапогом. Мне очень стыдно за своих коллег, которые там работают. Я тогда, когда еще работал, когда я видел, уже начинаются эти заказные дела, говорю, давайте уйдем. Мне этого не выгодно уходить, мне надо было еще три года хотя бы поработать, чтобы я нормальную пенсию получал полную. Они давно уже имеют право получать, и получают даже, работают. Коллективное письмо Путину напишем, я говорю, что если не дают нам работу самостоятельно, это суд независимый, давай уйдем. Никто меня не поддержал тогда. Сайди Инглбаев, бывший судья Верховного суда Чечни, у нас в эфире очень эмоционально. Я все-таки напомню, что, наверное, никому не надо резать голову, и никому не надо этим угрожать. Другое дело, что я понимаю, Сайди имеет в виду, что уровень ненависти к нынешнему руководству Чечни, внутри Чечни такой, что это может действительно закончиться трагическими событиями. Спасибо Сайди Инглбаеву, что он вышел с нами на связь. Мы сейчас сменим тему.